Владимир, слушайте, ну таки пригожий музей, такая пригожая в уголе територия на вашем летище. Але есть нечто отмысловое, чего не убачишь, ну, навык не у каждой вёсце белорусской по теперешнем часе. Откуда у вас тут млин? Ну, трошки пробачьте, Виктория, я вас поправлю. Сегодня у вёсках их и нема на угол, потому что, коли дети стоять, як у Брестской в области, ой, Минской в области два млинки есть, наверное, зущим, зущим, уже зразумело, что навык их, мабыть, никто и не возьмется одновлять, а так их на угол нема. Недавнего часу трошки было, але их звездили по музеях, нечто отреставровали, вот та и справа отбылась и со мною. Я на угол, всё моё детство пройшло видом з в окна, с оправданного авиализного млина, четырехповерхового, ветрового млина. Дровляного? Дровляного, так. И он был, Минавито Ветрового, не Водяного. И он был бачный из моего покойчика, дитячего покойчика, с в окна. И, когда я всхопливался с ранку, чамусь, у меня в памяти отбилось, что Минавито ранку я подымался, и одразу дал в окна, и одразу мне вельми хотелось увидеть, кружится он в тене. И цикава, что, ну, может, это не так, но мне почему-то подалось, что он за усёды крутился, за усёды працавал. Вот, и потом, как я это летище создавал по проекту, а проект был обовязковым, как тут был дух, история Минавито Белорусскости, как бы это тут нечто высоблялось, я не ведаю, от того, что тут сустракались люди, там не ведают театралы, литераторы, письменники, поэты, мостаки, архитекторы. И ещё мне вельми хотелось, как бы это тут некая тут была такая, ну, вядомаш, сам собрання речев старожитных, этнографичных, але некая такая особливая речь. Ну, и вось я думал-думал, и нареште я вершу – ага, я попадаю в Млын. И вядомаш, той великий Млын, один в один, конечно, тут можно было её поставить, але это было бы, ну, не до речи на ней, потому что он тут бы по улице сейчас занял бы, потому что он вельми великий, это в четыре поверхи Млын. И я вырешил, что я знайду материалы, знайду читажи, и уменьшу его, например, четыре раза. Вот, и я начал собирать, я собирал материалы, выучал это всё, ездил в те самые дудутки, в те же самую строчицу. Особливо строчица мне подобается, с его идеей, какие лакотки колись ци заложили. То есть лакотки, я не знаю, им уже при жизни повинный помник ставить, что они таки музей создали, потому что это на угол таки белорусский скансенс, это ява выключенная для Беларуси. Вот, это не приклад дудуток. Дудутки – это коммерциейная, конечно, такая речь, хотя она и повинна жить, и повинны люди так само займаться такими справами. Так год, ровно год, ну, может, трошки более, я працавау с архивами, с материалами избирал. И в это время, а ты думаешь, когда нечем займаешься одним, и дома находишь с розмовцем неких, неких однодумцем, так, и мне посчастилось устреть человека, який скажет, слушай, Володька, а вот ты ведал, что в Брестской области есть еще захавауся самый маленький малын Беларуси. Как? Я захарылся к этой справе, поглядели мы, нашли здымки, и я зрозумел, что вот то, от чего я шукал. А лишь он в Брестской области, в Дархичинском районе, далеко, немой, и на угол живели он, потому что у меня были здымки за двенадцатый год, на той, не за двенадцатый, там где-то отремлился каля десяти годов от того, что дымок снятый был, и я убачил его. Вот, то есть, ну, невядомо, что с ним сдарилось за это десять годов. Ну, и почав шукать, нарежься, нарежь, я найшел, и потом я туда и поехал. То есть я в першу чергу я доведався, что он живый, что он стоит, вот, и поехал туда. Ну, и с господинькой мы зарабили домову, все, как полагается, оформили. Вот, и он был купленным мною. Вот, и он был, конечно, вельми дрянным стане, вельми дрянным. Хоть он працавал до семьдесят другого года, а он был вельми дрянным стане. И я только, дякуючи тому, что открыл дверы, он лын, и я заразумел, что треба его куплять, что треба его перевозить, и что можно им займаться. А это его механизм. А он весь захавался, дякуючи апошнему господару, який дах зарабил добрый дах. И он не зацякал, не сапсавался, этот внутренний механизм. Все, я его перевез, и он был вельми дрянным стане. Повторусь, отрымался, я его разобрал, отрымался два прицепа зубронка. Ну, и в машине еще накидали нечто. Ну, не все ж мы везли. Везли тое, что больше захавалося. Сам внутренний механизм. А все остальное было зафотографовано, замалевано и снятое померы. Вот, привез я это все, взложил в майстерне своей, и долго ходил вокруг этой кучи и думал, Господи ты, Боже мой, ты вот развалил млын, а ты сделаешь ты. А если не сделаешь, то это же забить себе мало. За это хлопец. Потому что, ну как, там стоял, как бы не стоял. Ну и все, дал себе слово, что его надо обновить. И я над ним працавал год и десять днем. Четко зафиксовано, с того часу, как он до меня приехал, и когда первый раз он закручився, ну, то есть был замантованный, а это отрымалось так, что я его зарабил полностью. И добрый был ветер. А еще были не такие высокие древы. Это был тринадцатый год. Не такие высокие были древы, и не было столько забудов. Это было больше открытое было просторы. И когда добрый ветер, то он закружился. И я скажу, что я, как малое дитя визжал. От радости. То, что он працует. То, что он... Ну, я его зарабил так, как он и был. То есть, ну, все отрымалось. Год и десять днем. И он запрацовал. Вот. Все сделано один в один. Я там вам покажу одну особенность, которую я дозволил себе сделать. Маленькую. И она не дотачивается его технических неких вот особливостей. Там в Акенце зробил. Больше было светлое. Вот. Все остальные один в один. То есть, по тех замерах, по тех четежах, по тех дымочках. Все было сделано. Наверное, древо было тое, какое было там. Дуб – значит дуб. Осина – осина. Бероза – бероза. Ёлка – ёлка. Значит, мы вот хвоевое древо. У меня на вид это так было. А что было самым складанным об обновлении малина? Одновление. Дякую за питание. Самое было складанное обновление – это поворотная платформа. Тая, какая вон ниже там. Это поворотная платформа. Складанное было тем, что она была сделана без одного цвяка. Это столько деталей. Она собранная была. Там дровляные цвяки были дубовые. А лишь минавито зарубки, засечки, гнёзды некие, некие сапражения гэтых деталей не позволяли гэтой поворотной платформе развалиться. И гэтая была для меня вельми складана. А чему? Потому что я разумел, что я нечто не зараблю не так. Гэтая, хоть он не таки великий, але гэтая штуковина може свалиться и разбиться. И моя праца, и на углу знов же тая думка, что я действие развалил, а тут не зарабил. И когда я зарабил гэтую поворотную платформу, я зрозумел, что всё отримается. А ещё, когда заклиниваются эти речи, эти все детали, заклиниваются, когда на поворотную платформу поставят тяжесть млына. Вот этот вес этого млына, и он как стал, всё сразу стал на своё место. Это же млын, и он поворачивается вот так. Например, с того боку ветер. Дышла, поворачиваешь млын на этой поворотной платформе. Так называется поворотная платформа. Этот млын можно развернуться в любой бок. В любой бок. А то ли, откуда ветер. А мы можем его немного поворушить? Крылы можем. А то там треба такие. Я с вами не поверну. Треба хлопец какие-нибудь. Ну, треба два-три хлопца. А крылы, конечно, можем. На солнце. Да, та речи, этот млын вандровал. И он первый раз вандровал из логического района до меня сюда. А в 22-м годе приехали музейщики из Молодечна. И кажуть, мы дозналися, что у вас таки млын. И что он працуючий. Приехали, проведали. Саправдыли, працую. И они говорят. И они говорят. Вот вы нам дайте млынок на выставу в столбце в 22-м годе на дожинке. Ну, я выращиваю. Хай повандруем, млын. Тут ему стоять. Хай прогуляется до столбцеву назад. Видите, тут что было родное, что было миновитое. Вот эта ручка, вот эти клямочки. Даже замок. Это все родное. Это ланцужок. Вот. Вот эти завесы. Ну, все остальные. Замок надо працует. Вверх. Ну. Вот такая лестница. Той механизм, який заховался. И он, я уже сказал, працал до 70 лет. 72-го года и после 72-го года хоть млын не стоял, а механизм весь был не пошкодженный. У ним редуктор 1889 года. И все остатнее древо, а редуктор железный. И он при господара яго привез этот редуктор с мяжи помеж Австрией и Польшей. И я пытался, как это таки. А он, мабуть, более за 200 килограмм. Может, 220. Может, и две с половой сотни килограммов. Что он привез? Отказ был вельми прост. Люди помогали. Люди помогали. По всей дороге ему грузили. Здымали там нести. Давали ему подводы. Ну, что тебе рассказать? Люди помогали. Там был и там он привез его. И еще было сказано тады, что это держится у той господин, которую я купил млын. Это был ее отец. И она говорит, что он этот млын побудовал один. Ну, понятно, что там, как и мне, доски пиловали люди. Конечно, так. Там добывали мне дуб, как и с дуба сделана поворотная платформа. Так само люди мне помогали. Там распиловывали и прочее. Вот. Поднимали тот же сам редуктор. Мне помогали поднимать. Где я один поднял? Конечно. Али сам млын, или он будовал один. И я так думаю, ну, после уже того, да, думаю, а я могу один побудовать? И я взялся один будовать. И отримался. И отримался так тоже, что отримался так, что допомогали мне люди. Али врешта-решта, все это я сделал один. Наверное, один. Ну, были побачь кот пушок и собака Америка. Такие две были истоты. Черный пушок и рыжая Америка. А чыль фото с дымок тут висит на стене? Это миновата вот этого господа, который он побудовал. Костянтин Иванович. Вот. И он долгий час працевал сам. Ну, может, и он там был уже старенький вельми. Вот. Ну, миновата и так было, что не после смерти его он еще жив был, а уже занимался працей на млыне его сын. И вот этот сын працевал миновата до 1972 года, 1972 года. Вот. А потом он стоял. Закинутый. А когда в прошлый раз на им воробили муку? В прошлый раз это было в 2022 году. Тоже застоялся? Ха-ха-ха. Треба калей нибудь. Олеш, бачите, як… Ну, треба щиро сказать. На сегодняшний день вельми шмат пудов кругом. Вельми шмат пудов кругом. Вельми великие древы. И они побольше ли не то, что там подросли, так, а и они у ширку, так. И вот. И все менее и менее такого промого по ветру. Вот. А также млыны все стояли на открытых просторах, на пагорках, на узвышах, которые позволяли. Вот. Дозволяли здесь все стоять, будовать. А еще будовали. Вот так стояли млынка, ни что не перескочало. Ни лес той же самый. Конечно, я тоже стою млынок на самом открытом просторе, на той час. А сегодня все это заросло, конечно. Я тремался так, что он трошки менее по ветру. Но это больше зимою, когда меньше листья. В осенью, зимою, весною. Вот тогда. И у меня есть такие видео, где он крутится, где он работает. Ну, и да. А в 22-м годах, это на Дожинках, там девчаты его и ветер не килоили, потому что там была простора, площадь открытая простора была. Ну, и недели сами крутили трехи крылы. И, видите, вот. Отрималось, что вот такие, такие, яны нарабили таких кулёчков с мукой, уже як подаруночки такие. И гэта тут мука минавита з гэтага млына. А вось гэта вакенца маленечкая, гэта не некий там, прабарьте, часное слово, прикол, так? Гэта видавая акенца, глядзеть, як крылы крутятся, мах крыла так называны, так? И мельник, калі працаваў на млыне, ён глядзеў мах крыла, і калі крылы вельми добра крутятся, хутка, ён вось гэты тормаз, вось гэты тормаз, вось справа, ён так з рукаятку мох припыняць гэты крылы, тормазіць. А чаму треба було тормазіць? Тому што калі хутка вельми колы, крылы крутяться, то, не, выбиваецца зерня спаджорнау, выбиваецца целая зерня, і оно не перемолваецца так. А треба некий, ну, рух крыла павінен быть некий адзіны, и вельми, ну, патребны. Ритмичны, патребны для того, як меновіта шла мука. Вось. І тому притормазувалися крылы. І тады все було добре. І ще така особливість. Вось, я кажу про муку, а тут, бачите, круподёрочка зробленая. Круподёрочка. То, вось, вось, она і на полу тут рассыпанная, так, і в цих мешочках подёрка. Тут є маленькая така барашка. Такі вось. Вось такі. Вось. Так. І хэта маленькая приладка. Так. Якає. Дає махчымось. Піднять. Побільше зазор поміж жерновами. Этими каменными. І поменьше. І поменьше. Так. Чим мене зазор, тим мука буде дробненькая. Ну і на оладків,な хлеб, так. А чим більш, дза буде кроподёрка. Г Hop. Жжовёло неке, обтушку у хати. Та нєшто запарить парасяти у чигунку. Это уже другая справа. Вот это барашка поворачивается, это гаечка, и верхний жорно поднимается, и опускается, это зазор регулируется так само. Ну, это так само, я, когда эти особенности такие познавал, то это было интересно. А главное, хочется сказать, что люди наши страшно долиновитые. Это взялся человек, побудовал млин. Ну, там, да, коллективно, конечно, там кто-то кировался. Гаечка, бачите, один человек. И он, ма быть, на той час, он упэвненность, отчувал упэвненность, что он можа гэта зарабить. Это вельми важно. Ну, конечно, смелость мне, да, взяться, а лишь еще и требует разуметь, за что ты берешься. И вот, бачите, гэта человек разумел, за что он брався, и он гэта все зарабил. И, реште, реш, бачите, с 1935-го по 72-м лэнь працаваў. Працаваў. А самые маленькие, маленьких милонов было шмат на Беларусі. А сягам часу, и под час вайны, и потым, потым уже не треба нам былі такі збудавані. Уже ж мы, уже электричка у нас. Так, так, так. Так, так, и там некі паравыя былі, и все гэта, рухавякі, так. А гэта уже нам не треба. І мы разбуралі, кідалі, так. Вот, и, реште, реште, у нас аст, не, аставаўся толькі адзін гэта млэнок. И сё не выхо, а такі незвычайны статус. Адзіны в Беларусі, самы маленькі, петравы млэн. Працуючы, притом. За адну гадзіну немагчыма распавісті пра ўсі тікавосткі гэтага чаронага месца. І калі вы хочыця даведацца болей, то завітвайці ў гості да спадараў Ладзімира Цвіркі. А так сама, вандруйці з їм разым па маршрутах даўніны. Ну а мы пакуль не ведаем, куды павядзе нас вандрованная наша дарога. Але ведаем, што наперадзе ізновне шта вельмі тікавая. До нових зустріч! Хвала Христу!